Здравствуйте, уважаемые зрители и читатели Nob Club, а с вами Турба, и это очередное видео о новой карточной игре от Blizzard Hearthstone. Сегодня в поле нашего внимания попала свежая дуэль друида и разбойника. Честно, я скептично отношусь к тому, чтобы озвучивать видео, в которых есть русские субтитры, но под этим видео скопилось так много комментариев, что мне захотелось высказать какое-то своё мнение по поводу той ситуации, которая сложилась здесь в конце партии. Ну ладно, об этом всём попозже, пока что просто понаблюдаем за событиями, которые происходили в этой битве. Итак, герои на местах, карты на руках, я у микрофона, и дуэль начинается. Мы сразу же видим необычный набор стартовых карт у разбойника. Мы видим среди них Грула и Рахнароса, то есть карты, которые требуют 8 кристаллов маны и ни в коем случае не подходят для ранней игры. Но помимо этого у него есть на руках робот, алармобот или тревогобот, как кому удобнее. Я лично называю его будильником. Но не в этом суть. Он в начале каждого хода заменяет себя рандомным юнитом из вашей руки. То есть за 3 кристалла маны вы можете получить того же Рахнароса или Грула, то есть на очень ранних стадиях. Единственное что, этот робот очень уязвимый. У него характеристики 0.3, и если он не переживает ход, тогда ваши кристаллы будут просто потеряны. А тем временем разбойник пропускает свой первый ход, друид призывает инженера, тянет карту, и разбойнику заходит карта безликого манипулятора. Очень сильная карта, которая при входе в игру позволяет копировать любого юнита на столе. То есть, если например у нас на столе будет Грул, Рахнарос, она может скопировать одного из двух и превратиться в самого юнита. Это может создать огромное преимущество, особенно в том случае, если наш бот призовет кого-то из двух сильных существ. Но существует опасность того, что бот сам призовет безликого манипулятора, и тем самым оставит его с характеристиками 3.3. Это будет только на руку нашему оппоненту. И еще один момент. Попрошу вас обратить внимание на то, сколько существ на протяжении партии будет призывать друид. Ладно, это уже все в будущем, а пока что первый ход, когда возможно использовать нашего робота. Сейчас главное, чтобы он не призвал манипулятора. И еще один такой момент. К нам на руку попал аукционер. Сама по себе карта неплохая, но она уменьшает шансы того, что выйдут наши сильные юниты, или Грул, или Рахнарос. Так, тем временем друид оставляет в покое робота, ему нечем его убить за этот ход. И вот оно, вот этот кошмарный сон для этого разбойника. Выходит вместо робота манипулятор. Манипулятор превращается просто... Он ни в кого не превращается, он остается с характеристиками 3.3. И разбойник теряет шанс скопировать одного из своих двух сильных существ. Ладно, это полбеды. Разбойник опять использует робота. Вот сейчас вот я вначале не понял, почему друид так поступил. Он использует гнев. И вместо трех единиц урона наносит одну. Тянет карту. Использует свою основную способность и использует... Ну, использует лунный огонь для того, чтобы добить манипулятора. Вместо нашего робота. Потому что он должен был понимать, что робот может призвать. Мы не просто так его второй ход выкладываем на стол. Друид должен понимать, что там что-то есть. Но друид игнорирует это. Я сразу не понял, почему, только потом уже догадался. Но тут тоже была такая ошибка друида. Об этом все опять-таки попозже. Робот меняется опять. Вместо одного из сильных существ нам опять, в кавычках, не везет. Мы призываем аукционера. И тут, мне кажется, нужно было использовать даже наше хладнокровие. Добавить немного атаки, но потянуть карту из колоды. Потому что сейчас, действительно, карт не очень хватает. Я думаю, это обословлено тем, что разбойник не хотел получать себе дополнительных юнитов, чтобы на следующий ход именно точно вызвать или Грула, или Рагнороса. Только в таком случае. Плюс еще в одном самом начале, вот, у нас был Инженер. То есть карта, которую можно было разыгрывать, но она опять-таки даст нам карту и сама будет существом. То есть создать какую-то конкуренцию тем, что у нас уже есть. И нам приходит карта ликвидации. В данной игре она просто бесполезная. Вы увидите, почему. Это отличная карта. Это, мне кажется, одна из особенностей разбойника. Вот так вот выключать ненужных юнитов, таких ключевых в игре оппонентов. Но здесь она просто не нужна. Со временем вы просто поймете для чего. И второй раз, замейте, второй раз друид подчищает доску. Первый раз он использовал размах, второй раз он использует уже лунный звездопад. То есть он не вызывает никаких юнитов, он просто зачищает доску заклинаниями и наносит периодически урон разбойнику. Сейчас получился такой момент, что разбойник ничего не может предоставить. У него нет ни существ, которые он может вызвать, ни заклинаний никаких уверенных, ни у друида никаких юнитов нет. Просто ничего. Ход практически потерян. Единственное, что он выражал свою основную способность. Так вот, второй юнит, которого призвал друид. Первый был инженер, второй кобольт. То есть не самые лучшие ребята. Первый один-два, второй два-два. Все, больше пока он ничего не призывает. Вот это вот очень хорошая карта, ее немножко бы раньше было бы отлично, но пока нет. И вот у нас хватает маны, мы призываем первого юнита серьезного, это Рагнорос. Я, конечно, не до конца сразу понял, почему именно Рагнорос, но в принципе идея была правильная. Потому что следующая карта, которую использует друид, это охотник на крупную дичь. Сразу же уничтожает Рагнорос, и он ее берег, кажется, с третьего или четвертого хода, когда у него было три или четыре кристалломаны. Вот почему друид не трогал бота. Он знал, что разбойник выведет сильное существо, и друид хотел как можно быстрее его уничтожить. Так, еще одна отличная карта заходит разбойнику, это Поганище. Кажется, так она называется, но в Abomination, пускай будет Поганище. Очень хорошее существо, это защитник с характеристиками 4-4, и при его смерти он наносит две единицы урона всем. Но теперь огромная ошибка разбойника. Он попробовал использовать веер клинков, уничтожить тех существ, у которых всего две единицы здоровья. Когда они убили бы это Поганище, а без вариантов, им нужно было бы его убивать, они бы просто умерли. Они атаковать разбойника никак не могли. Я не понимаю, зачем это было, разбойник получил две лишние единицы урона, и сейчас получил еще одну от Размаха. То есть это совершенно необязательный урон, ничем не обоснованный, только единственным фактором тем, что он хотел спасти своего юнита. Но ему это не удалось. Логично было подумать, что друид бы все равно использовал какие-либо заклинания. Так, уже десятый кристалл маны, мы вызываем второго своего сильного существа, Грула. И теперь игра пойдет намного интереснее. Сразу же появляется щитоносец, и усиливается он с помощью хладнокровия, получает еще плюс 4 к атаке. И теперь момент с Грулом. Грул получает плюс одну единицу здоровья и атаки в конце каждого хода, неважно вашего или друида. То есть сейчас он получает одну единицу атаки, сейчас идет ход друида, он опять получает одну единицу атаки, и на следующий ход, когда мы будем уже его использовать, у него будут характеристики 9-9. Так, друид использует звездный поток, уничтожает нашего защитника. Это очень правильный ход с его стороны, я просто знаю, какие у него карты на руках, но он не учел того фактора, что у нас есть еще один. Ему сейчас, ему должно будет очень крупно повезти, чтобы он что-то сделал. Но об этом, все впереди, все впереди, сейчас вы все увидите. Удар в спину абсолютно ненужный, нечего нам им делать, то есть у нас противников абсолютно нет. Идет второе холоднокровие Грула, у него уже атака 13, то есть отличный юнит с характеристиками 13-9. Я так понял, у друида не было второго охотника на крупную дичь, а совершенно его не было, то есть его не было в колоде. И вот сейчас вот у друида 11-е здоровье, а у нас на столе будет 18 единиц атаки. Все, у друида 10 кристаллов маны, он использует буйный рост, дабы получить еще одну карту. То есть он что-то ищет, он ищет еще одну карту. И, как к сожалению, он ее находит. Друид использует укус, даже два укуса. Получает 12 единиц атаки, это сумасшедшее количество, то есть Грула ему атаковать совершенно не вариант. Он использует озарение и тянет последнюю карту, которую он взял. Это варварство, наносит полную атаку, то есть атакует всех существ на доске, без какого-то входящего в него урона. Сразу же атакует нашего героя и прожимает лунный огонь. Все. Друид в конце просто перевернул игру с ног, нагло уничтожил Грула, защитника и нанес 13 единиц урона нашему разбойнику. И здесь начинаются все разногласия. Ну ладно, оставим это на потом, а пока начнем анализ нашей игры с самого начала, а именно стартовой руки разбойника, которая сама по себе подталкивала его играть через робота. И если бы задумка до конца сработала, результат партии для друид оказался бы плачевным. Но не будем забывать и о минусах такой тактики. Если бы наш робот погиб, тогда мы получили бы на руках две мертвые карты, которые мы бы не смогли доразыграть до восьмого хода. И я с уверенностью могу говорить, что иногда партии заканчиваются намного раньше. Далее, еще одним немаловажным событием данной игры стало появление карты безликого манипулятора. Даже рассмотрим не само ее появление, а тот потенциал и шанс на досрочную победу, которую она давала разбойнику. А так бы и было при том, что робот не вытягивал манипулятора из нашей руки. Причем неважно в какой последовательности выходили остальные три юнита, друид никак бы не смог справиться с третьим скопированным существом, неважно будь то Грул или Рагнорос. В нашей ситуации, на первом бы потратил охотника, на второе огромное количество маны и заклинания, а вот третье существо поставил бы точку в этой партии. Дальше, заканчивая анализировать игру разбойника, вернемся к моменту с поганищем, когда он получил лишний урон. В этом был смысл, но нужно было останавливаться в тот момент, когда Вера Клинков не уничтожила обоих противников, и разбойник не получил тот урон, который в конце концов и стал решающим. Что ж, тут мы закончили, а теперь давайте перейдем к друиду, а конкретно к тактике, которую он использовал на протяжении всего боя. Каждый раз, когда разбойник вызвал несколько юнита, друид подчищал стон, используя заклинания, побочно нанося урон вражескому герою, и неважно были бы там юниты с провокацией или в инвизиум. Но у этой тактики есть минусы, если вы не сможете справляться с наплывом существ вашего оппонента, вы будете получать урон намного больше, чем вы будете наносить вашему противнику с помощью заклинаний. А теперь перенесемся к конец игры, когда друид провернул свою комбинацию, уничтожив фражерских существ и нанеся 12 единиц урона разбойнику. И начнем с того, что эта комбинация не такой, чтобы просто получить, она требует у вас 10 кристаллов маны и наличия 3 карт на руках. В нашем случае, к этому моменту друид разыграл 20 карт из 30 в колоде. По грубым подсчетам, шанс получить эту комбинацию в данный момент будет составлять около 30%. А отталкиваясь от нашего случая, друид карту Барваруса получил в самый последний момент. То есть его шанс на победу составлял 1 к 11. Даже в лучшем случае, если у него в колоде была вторая карта Охотника на крупную дичь, его вероятность на победу была очень мала. И еще я хочу кое-что сказать о самой комбинации. Сама комбинация требует 10 кристаллов маны и 3 карты. Например, та же комбинация без урона у паладина будет требовать всего лишь 2 карты и 6 кристаллов маны, это равенство и освещение. И если зайти на любую базу данных Харстон, можно будет найти десятки таких комбинаций, которые будут по-своему сильны. Что ж, это все мои мысли по поводу данной партии, так что на этом все. Подписывайтесь, посещайте блог, посвященный Харстону на нашем сайте. А также не забывайте заходить на мой личный канал. Ну и конечно, не забудьте подписаться на бета-тестирование. Все ссылки вы найдете в описании. Что ж, с вами был Турбо. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.